Слушайте, не могу это не озвучить, по сетям ходит информация, вторые сутки под домашний арест якобы отправлен Владислав Цурков, бывший помощник президента страны, именно Цурков занимался финансированием, снабжением с 2014 года ЛНР и ДНР. Официального подтверждения данной информации, конечно, нет, но тем не менее, помним, да, что и по Жириновскому больше месяца не было никакой официальной информации. Более того, моих коллег, которые там намекали, что, возможно, политик находится при смерти, обвиняли его в распространении фейков, угрожали привлечением к ответственности. Так что, короче, я просто сказал, вы просто услышали. Слушайте, патриотизм в нашей стране вещь явно очень однозначно, а еще очень выборочная. Есть просто патриоты, а есть патриоты all inclusive, так сказать, которым, видимо, позволено больше, чем всем остальным. Я к чему сейчас об этом заговорил. Самая главная патриотическая семейка страны с каждым днем все больше и больше удивляет. Вы правильно поняли про семейство Птесковых речь, у которых в ячейке у самих-то черт ногу сломит, кто и гражданином какой страны является. Теперь эти господа халуев своих беглых отмазывать начали. Про усатого Юля в ее крайней программе рассказывала, человек так прямо и заявил. Артисты и пропагандисты, сбежавшие за границу в это непростое для страны время, оставлю ремарку, отнюдь не предатели, зря мы их клеймим. Люди просто испугались, чего-то не поняли, с кем не бывает. Поэтому расценивать такие поступки, как предательство, вовсе не стоит. Эти люди по-прежнему остаются большими патриотами, кто забыл, я напомню. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства. Здесь тоже не нужно клеветать на роль людей, не нужно записывать их в пятую колонну. Ни в коем случае. А теперь вот еще и супруга Дмитрия Сергеевича на ту же волну настроилась. И за спортсменов мазу держит, имеется в виду за тех спортсменов, которые начали отказываться от гражданства России в свете последних событий. Не-не-не, вот рожает типа вторая леди. Какое предательство, о чем вы? У каждого человека есть право выбора. Вот это поворот. Помнится мне, когда дочь Навального всего-навсего учиться за границу поехала, замечу дочь оппозиционера, поехала не он сам, и поехала на учебу, ух и вонь тогда поднялась. Пропагандисты практически в режиме нон-стоп поливали Алексея Анатольевича грязью Склоняли эту Дашу по маме и по папе досталось всем Кто хоть сколько-нибудь критически был настроен к хозяевам жизни в РФ Наша страна для Навального это лишь место кормежки Где можно изображать из себя борца против Путина Сося одновременно и гранты у зарубежных спонсоров И донаты у российских доверчивых дурачков И кстати, заметьте, времена-то тогда были мирные Мы не участвовали ни в каких спецоперациях Еще не поссорились окончательно со всем миром Нас не душили санкциями А в обиходе россиян еще не появилось словосочетание недружественные страны Тем не менее, история Даши Навальной вызвала в большинстве своем негативную реакцию У обществе и у Пескова с Навкой тоже, зато сегодня Когда условия, в которых мы все дружно оказались, можно сказать, приближены к боевым Когда то и дело возникают разговоры о возможном начале Третьей мировой И когда сами халуи повалили из страны, да еще от гражданства При этом отказываются Тю, о чем вы, хлопочут нам те же самые люди Какое ж это предательство Подозревает и такая новая форма патриотизма Вовремя предать это не предать, это предвидеть А это реальная журналистика Все чудеса-те и чудеса-те Тема сегодняшнего выпуска Поехали! С другой стороны, а ведь мало кто из вас дослушал То пламенное выступление царского толмача до конца, верно? Я все еще имею ввиду вот это Эпичное интервью, фрагмент которого показал в начале А я дослушал Мне потому что действительно вот прям понять хотелось Если бросить свою страну в трудную минуту Это не предательство Кстати, огромное количество сбежавших имеют государственные награды Так вот, если сбежать из страны в тяжелый момент Не считается предательством Что же тогда считается? Как оказалось, не зря ждал внимания на экран Да, есть те люди, которые не просто не поняли Не просто испугались Но которые стали хаять власть Которые стали нападать на наших героев военных Вот это враги государства И с ними мы будем бороться О как! Врубились! И да, обратите внимание, как раз ставлены акценты Люди, которые стали хаять власть Про Блеил Песков Только потом уже было что-то там про военных Про многонациональный российский народ Про тысячелетнюю историю и березки Вообще ни слова Есть те люди, которые не просто не поняли Не просто испугались, но которые стали хаять власть Вот это враги государства Дожили, докатились Я даже не знаю, как это комментировать Хотя знаю Видимо, отныне родина для нас с вами Это вот они Песков, Навка Маша Алкаш, Алавров ее патрон Вот они, наша родина Включаешь телевизор, видишь физиономию Мишустина Ну здравствуй, родина Ладно, давайте отвлечемся Хоть одного приличного человека вам покажу Для тех, кто спрашивает, где я Здесь я Тем, кто говорит, уезжай отсюда Сам уезжай отсюда Дима дома Продолжаем о предателях и предательстве Коллега мой дюже повеселил Дима Колизев Разобрав на атом и халуйскую статью В парламентской газете Буквально вот, накануне вышло Статья и мое внимание тут же привлекла Сразу скажу Большего бреда в жизни не читал Начнем, пожалуй Называется Самоочищение или о чем Говорил Владимир Путин Итак Деноцификация Украины невозможна Без параллельной деноцификации России Такая внутренняя деноцификация Предполагает и методичное устранение Представителей пятой колонны Из российской публичной сферы Ну в общем, кругом враги Насколько я понимаю Врагов необходимо изобличать и бить по всем фронтам Дальше Важно понимать, что пятая колонна Это не наивные инакомыслящи Это активная и организованная группа лиц Дислоцированная на самых разных уровнях российского общества И стремящаяся уменьшить шансы российского народа На политическое выживание Предательство Это не только размахивание антивоенными плакатами О боже Да что ты, черт побери, такое несешь? Продолжаем, друзья Предательство происходит тогда, когда накладывается Тову на признание очевидного Политическая антивоенная оппозиция Это внутренний российский нацбат, азов и прочие образования Запрещенные в Российской Федерации Японский городовой Ну что ж ты мелешь, то дурень Государству сегодня нужны новые люди Люди идейные Необходимо отказаться от услуг Неолиберальных эффективных менеджеров Адептов прозападной идеологии Убедительно доказавших свою полную Беспринципность и несостоятельность О ком он, ребят Вы понимаете, о ком он У нас 20 лет во власти Одни и те же люди сидят и халуи Их обслуживают Одни и те же, между прочим Ах, а вот Для пятой колонны нет ничего страшнее Чем лишиться бюджетных денег И вот тут, наконец, все стало на свои места Кстати, и Колизев на тот же момент внимание обратил Действительно Прочитав финалочку, мне хотя бы понятно стало К чему весь этот джаз Ради чего, собственно, вся эта бредовая писулька царапалась Грязными ручонками автора не поняли Да все банально сводится к деньгам Согласитесь, ну что за бред Для пятой колонны нет ничего страшнее Чем лишиться бюджетных средств Когда у нас пятая колонна Деньги из бюджета получала Бюджет всю дорогу только около Кремлевские присоски Дербанили Ну что я могу сказать По всей видимости, пауки в банке начинают Жрать друг друга На дворе же кризис А сигнования крысам, похоже, урезать Потихонечку начинают Вот и бросились, ребятки, заниматься поисками Этой самой пятой колонны Теперь уже среди своих И ведь найдут, спорим Назначат кого-то Может быть, врагом станет даже Песков А может, Пригожин и его лохтинские шестерки А может, Медведев Не зря ведь мужчина в последнее время Вдруг протрезвел и начал проявлять активность усердно Нализывая главарю Впрочем, в этом есть и хорошая новость Для нас с вами И не хай эти упыри Вы, давеч, хотели знать, что такое СДД? Сожрите друг друга Действительно Пусть жрут Однажды это должно было случиться Я много раз говорил трехкопеечным ботам И просто идиотам Прихлебателям вроде нодовцев Ваша хата не с краю Ваша хата на очереди Когда начнется Вас, шестерок Станут сливать первыми По всей видимости Началось Что ж Друзья Запасаемся попкорном Занимаем места в первых рядах И наблюдаем за убогими Здорово будет Если какого-нибудь Соловьева Итальянским шпионам Провозгласят и в каменный мешок Лет на сто Ладно Будем посмотреть Это была реальная журналистика Увидимся Услышимся И очень скоро Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok